Итак, рецепт гель. Сначала нам нужно настоящее коровье молоко потихонечку вылить в кастрюльку и на маленьком огне вскипятить. Покипятите 2-3 минуты и выключите огонь и закройте такой вот прозрачной крышечкой. Потом поставьте в холодильник, когда охладите, и подождите, пока образуется такая вот пенка. И постепенно собираете пенки в какую-нибудь емкость. Храните пенки в холодильнике, иначе они будут пахнуть. Затем у меня примерно уходит на это месяц или полтора, чтобы набрать вот столько пенок. Ну, это примерно литр, чуть меньше. Затем перекладываем пенки в миксер и добавляем воды. Хочу сказать, если тепло, добавляйте ледяной воды, либо льда. Если холодно, вода и так будет холодной. Добавлять нужно холодной воды. Перемешайте воду и пенки, и получится вот такая сметанообразная масса. Перемешайте, еще раз добавив воды. И вот видите, образовалось масло. Выньте масло руками из миксера и положите вот в такой вот карай. Это называется в Индии. Ну, глубокая сковородка. В дальнейшем, когда вы будете перемешивать пенки, может быть масло образовываться не большими кусками, а маленькими. В таком случае используйте вот такое глубокое ситечко и наливая туда уже перемешанные пенки с водой холодной, вот так вот пальчиком взболтайте, уйдет сыворотка. Вот я сыворотку собираю. Не выкидывайте ее, это очень ценный продукт. И на дне ситечка образуется наше драгоценное с вами масло. А сыворотку можно использовать как маску для волос, для лица, для чего угодно. Из нее можно готовить очень вкусные вещи. Кому интересно, в дальнейшем я расскажу и рецепты пищи, приготовленные из сыворотки. Я, например, сразу же приготовила из сыворотки карри. Очень вкусная вещь. Итак, вот посмотрите, да, сыворотку я собираю и на дне ситечка образовывается масло. Вы его вынимаете и складываете все тоже в сковородку. И обязательно снимите масло и с другой стороны вот этого ситечка, там его достаточно много. Таким образом в сковородке у нас образуется масло. Когда вы собрали все масло, слейте сыворотку. Там будет достаточно много сыворотки, потому что она вам не нужна, она будет выпариваться. Вы сейчас увидите в процессе. Вот посмотрите в баночке, сколько сыворотки у меня оказалось. И ее можно использовать и как в сыром виде, и как в приготовленном виде. А вот это вот масло. Кстати, это масло уже можно и кушать, но оно не хранится, потому что это натуральное масло. Даже в холодильнике оно будет храниться всего лишь несколько дней. Итак, это натуральное масло мы ставим на огонь, на большой огонь. И пусть большой огонь будет до того времени, пока масло растопится. Ну так просто оно быстрее растопится. Можно, конечно, и на маленьком, но чтобы сэкономить время на большом. Потому что, чтобы приготовить ги, как видите, уходит на это. Ну, у меня лично 2 часа ушло. Плюс месяц-полтора на то, что собрать вот эти вот пенки. Пенки называются в Индии малай. Итак, ждем. Главное, не уходите и не засните, иначе будет неприятности. Весь ваш сбор убежит и ничего не получится. Дальше, когда масло уже растопится и начнет вот так вот кипеть, вот видите, пожалуйста, будьте осторожны и убавьте большой огонь. И сделайте его маленьким, иначе все убежит, выкипит. Вот видите, сделал я маленький огонь. И пусть продолжает кипеть. Самое главное в этом процессе это терпение и расслабиться. Далее, как видите, да, у меня уже уменьшилось в количестве то, что находится внутри вот этой глубокой сковородки. Она стала желтым цветом. И на маленьком огоньке пусть кипит себе, выкипает. Дальше будет образовываться пенка. Ее снимать не надо, да, вы увидите, когда мы закончим готовить, что с ней будет. И когда уже уменьшится количество, то нашего ги вы можете огонь прибавить, да, ну, чтобы время быстрее прошло. И продолжаем наблюдать. Видите, вот этих пенек становится меньше, они как бы расползаются. Чем больше вы кипятите, тем больше будет пузыриков, а пенки расползаются. А пузырики это как раз та самая сыворотка, которую мы не смогли вылить. Но все вылить жидкость невозможно. Итак, пусть кипит себе, кипит. Вы смотрите, видите, большие пузырики. Это означает, что мы уже близки к концу. Когда большие пузырьки появились, видели, я сделал огонь маленький. Вот сделайте его. Теперь посмотрите на края сковородки. И там вот эти вот пенки вот прикипели и становятся такими коричневатыми. И вы почувствуете, пойдет очень приятный запах. Прям слюнки потекут. И это знак того, что нужно выключить. Видите, я выключила, выключить газ. Но эти пузырьки будут продолжать образовываться. То есть, чтобы ги остыла, на это уходит много времени. Но зимой меньше, летом больше. То есть ги остывает достаточно большое количество времени. И все, теперь можете расслабиться. И ждите, пока вот эти вот пузырики сами собой не исчезнут. Оно будет бурлить. И посмотрите, просто с течением времени вот этой накипи становится все меньше и меньше. И, видите, становится ги прозрачным. Только лишь корочка, которая у нас накипела, осталась. Затем, когда ги остыла, сливаем его через ситечко. Ну, лучше, конечно, в стеклянную посуду. Потому что пластмассовое может расплавиться и изменить форму. Сливайте медленно. Посмотрите, как оно блестит. Это золото. В Индии ги считается золотом. Так оно и есть. Когда вы будете готовить, если вы решите, вы поймете, почему это золото. У меня получилось в этот раз много ги. Видите, одной баночки не хватило. Вторую я достала. И снова сливаю. Обычно у меня одна баночка получается из пол-литра пенок. Ну, здесь у меня получилось больше, чем пол-литра. И вот получилось больше, чем одна баночка. А вот эта вот накипь тоже не выкидывайте. Из нее готовится сладость. Кому интересно, расскажу как. Но я себя поздравляю и вас тоже. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok